Музыка 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 У нас сегодня такое привилегие начинать новое дело Мы были частью Музыка Но пришло время и мы Двинулись дальше и сегодня мы называемся Ну как бы институт он Продолжается и мы сегодня называемся уже Таким громким названием Шимот Как вы видите знаете Шимот Имена то есть мы верим что это школа Которая будет делать имена Это школа как нас сегодня назвали Школа на колесах Школа миссианского образования Школа миссианского обучения Талмейдин ученики Мне очень нравится когда мы говорим друг другу Талмейдин Мы говорим друзья Мы говорим ученики Потому что ученики это люди которые не останавливаются и достигнутым Они учатся Знаете сегодня этого достаточно Завтра этого мало И мы растем и мы идем И сколько у меня вообще времени Чуть-чуть Хорошо Аминь Если чуть-чуть тогда аминь Хорошо я сегодня хочу говорить о такой теме Которая наверное Немножко наболевшая Или может быть актуальны В нашем миссианском вообще Движении И евреев которые в этом движении Моя проповедь называется очень просто Крест в звезде Давида И еврейское миссианское движение Наши дни Находится в постоянном В постоянном поиске Знаете формы Выражения веры в еврейского миссию Одна из групп Она предпочитает Синтез ортодоксального иудаизма И христианских элементов Ну например если попадете в такое служение Вы подумаете что вы находитесь в синагоге Потому что все что там происходит это как синагога Мужчины отдельно Женщины отдельно Кипы И читают синтюры Ну во имя и швы Нормально Вторые группы Они отрицают какую-то эллистическую традицию Ну которая не соответствует писанию Но используют элементы из еврейской литургии В своих служениях Ну и ну например поют ягуны Знаете И при этом Празднует праздники Читую субботу Ну такая ли община Вот хмельницкая община Боицинка вот чем-то на это похожа И третья знаете Это такая община Которая ведет себя вот так Вот именно знаете Как классическая христианская церковь Ты туда придешь и думаешь Куда я попал Че-то баптисты Че-то евреи Ну они вот так все нормально Вроде тоже в кепочках И они говорят мы христиане Но в конечном итоге они говорят все-таки Мы не евреи и христиане И знаете и каждая группа уверена в собственной Исключительности И истинности Возможно поклонение И исповедание своей веры И если вы думаете Что это такое Уникальное событие вообще В истории церкви Ну я могу сказать Что мы ошибаемся Потому что если мы откроем Первое кредитное Первая голова Десятый двенадцатый стих Я надеюсь у всех есть библии Да? Ну в гаджетах Вы знаете Чем мне нравится вот Небольшим городом Вот вот таких Мельниц Вот в ждуме Они носят с собой библии Это мы здесь уже такие Культурные Перешли на гаджеты Там на телефоны Это просто уникально Итак Откройте Возьмите вашу библию Если она у вас есть И понюхайте Вот возьмите ее И понюхайте Чем пахнет? Телефон Я вам скажу Пахнет вечностью Вообще пахнет вечностью Потому что библия Это книга о вечности Библия Это книга о вечном Боге И вот Открываем 1 Коринфянам Десятая глава Двенадцатый стих Умоляя вас братья Пишет Ревы Шауль Или как мы знаем Апостол Павел Именем Господа нашего Иисуса Христа Чтобы вы все говорили одно И не было между вами разделений Но чтобы вы соединены были В одном духе И в одних мыслях Ибо одновременно Сделалось ей Известным о вас Братья мои Что между вами Есть споры Я разумею Что у вас говорят Я Павлов Я Аполосов Я Кифин А я Христов Христов, да? То есть мы видим Что в те времена Уже были какие-то разделения Какие-то группы Кто-то делал так Кто-то делал так И каждый отставил свою точку зрения Авторитетом определенных людей И одни группы говорили Мы Павловы Потому что мы слушаем Павлов Кто-то говорил А я Аполосов Потому что я слушаю Вот Аполосов Тоже же послание Божий Одни говорили Нет, это Кифин То есть Петра Шимон Петр Вы знаете, что имя Петр Это кличка Его звали Шимон А Петр говорил Помните, да? Он ему говорит И ты будешь кем? Кифа Ты будешь Не Шимон Ты будешь Петр То есть это его прозвище Прозвище Шимона Петр Камень, да? И так Смотри, он говорит А я Петр И вот Мы посмотрим На эту ситуацию И мы поймем Что среди этих мессианских групп На первый взгляд Было больше разногласий И различий Чем единства Вы знаете Всегда найдется повод Чтобы рассказать ближнему Что он не прав Вот чего-чего Это мы умеем Всегда мы найдем Кому что он Ну вот Ну понимаете Вот ты не прав И Всегда можно указать правду Насостоятельность Его действия Всегда можно подчеркнуть Это вот по-христиански А вот Это по-еврейски Я сейчас буду играть с вами И в игру Есть такая Знаете Игра Я хочу с вами проиграть просто Давайте мы с вами Я буду говорить вам Я буду говорить вам Я задаю вопросы А вы будете мне отвечать Вот где по-еврейски А где по-христиански Хорошо Ну начнем так Ну как это называется Разминочка Да Сказал Рабий Шауль Во имя пророка Ишаялу Апостол Павел Говорит словами Пророка Исаия Скажите Где тут по-еврейски А где по-христиански А то есть Рабий Шауль Во имя пророка Ишаялу Это по-еврейски Хорошо Ну ничего страшного Что один текст Один и тот же Ну ладно Хорошо А винаши башьи Мои имени Натакшны хан Отче наш Сучьи Песа Еврейские Где тут Мне не разделилось Одни говорят что и так и так А вторые говорят что первые Хорошо Идем дальше А ну Теперь вопрос вообще Как говорят на сто бабок Ежо и Иисус Те по-еврейски Те по-христиански Первое по-христиански Первое по-христиански Второе по-еврейски Вот так Хорошо Тут мнение вообще разделилось на три Крест 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 И звезда Да Это возможно вообще Конечно Послушайте это Риторический вопрос Я уже вижу Это уже Это уже Начинается На самом деле Знаете Абрам Болок Один из пионеров Хауцин Первопроходчик Венесианского Движения Начало 19 Начало 20 Века Он Тот человек Который Один из первых Тех кто основал Венесианскую Истории После уже Того Как Рюсин Рубинович Вот это целое историческое Он писал Такие слова Я пришел не разрушать А исполнить Проповедовал Иисус Кому он это говорил Евреям Синагоги Поэтому Синагога должна быть Преобразована А не разрушена Таким образом Евреи верующие во Христа Не должны покидать Синагогу А реформировать И наполнить ее Богом Христовым Очень важный момент Звезда Навида Символ иудаизма Не должна быть уничтожена А преобразована Крест В звезде Давида Крест в звезде Давида Концочетатель На первый взгляд Несочетающийся Но знаете Есть история Такая заповедь Не смешивать Лен и шерсть Это Аллили 19 глава 19 стих Уставы Он может быть Христианином И оставаться Евреем А с ветхой одеждой Сравнивают Христиане Иудеизм И говорят Что нельзя Соединить Новое и старое И евреи Ставшие христианином Должен оставить Свое евреи Теперь Дорогой товарищ Ты должен быть Таким Каким Мы хотим Ты уже не еврей Ты христианин И Леон Розенберг Пастор первой Еврейской христианской Церкви Из Одессы Писал В далеки От нас 1910 год Мне жаль Что нашу позицию Как евреев христиан Понимали не все Даже пастора и другие Духовные лица Которые нередко смешивали Религиозную точку зрения С национальными И говорили Что евреи Никогда не может быть Христианином А христианин Крест везде Давида На первый взгляд Это как конфликт Двух мировоззрений Двух противоположностей Но в реальности Это не конфликт А синтез Хорошо Забытого Старого И пророк Еклезиас Говорит В первой главе 910 стих Что было То и будет И что делось И то будет делаться И нет ничего нового под солнцем Бывает нечто О чем говорят Смотри Вот это новое Но это уже было в веках Бывше Прежде Я помню те годы Когда я пришел к Богу И это было Знаете Начало такое Движение Движения Движения Все говорили Вау Евреи христиане Евреи верующие еврейского мистерия Как это современно Как это необычно И потом ты открываешь Книгу Нового Завета И читаешь В Иерусалиме В Иерусалиме Была первая Христианская община И ты понимаешь Что это не что-то новое Это продолжение Того что было Изначально И так Смотрим Крест в свезде Давида Что это такое Давайте рассмотрим Некоторые составные Этого символа Если мы рассмотрим Могин Давид Аллегорически Да вы понимаете Аллегорическое толкование Мы берем какой-то предмет И рассуждаем О нем Как-то свойства Каких-то вещах Ну и Отношение Человека И Бога Один треугольник Да Устремленный вверх Вот такой Ну что это Это человек То есть Дух Душа Депо Душа Один на земле А Дух Он стремится к небесам Да И они равнобедренные То есть Нету ничего там больше Бог создал у нас Идеальность Вот таким Таким образом И мы смотрим Что один треугольник Обращен Вот Небе Кто у нас Отец Сын А тут я Святой На земле И мы видим Второй Теугольник И когда вот это соотношение Когда вот эти Два Равнобедренных Треугольника Симметрично соединяются Они образуют фигуру Которая называется Гексаграмма Кажется В отдельности Это две самодостаточные фигуры Но вместе Соприкасаясь Мы видим Нежто новое И Как принято ее называть В ювельском мире Мы говорим Это звезда Давида Могин Давид И Я сам слышал когда-то И даже повторял эту историю Что Могин Давид Почему Могин Давид Потому что Это были щиты У царя Давида Вы слышали Такую историю У царя Давида Были сильнейшие Так помните И эти сильнейшие Были выражены оружием И от оружия Были щиты Давида Они имели вот эту форму Гексаграммы Края были заточены И они могли защищаться И потом Так резать Но на самом деле Это легенда Такого не было Не было таких щитов Это К сожалению Просто историческая Придумка Но Что мы знаем Что на протяжении Тысячи векий До определенного Момента Символом Еврейства Была Минора Скрижань Вот это знаете Ладошечка такая С глазом Хамса называется Кстати не советую иметь Ее дома Это Охуетная штука Которая вам уж не нужна Знаете Это как Дома иметь ядерный реактор Не понимать почему Ты ходишь в обучение Лучше с оккультизмом Держать себя Подальше Итак В 1345 году Чешский король Кань Четвертый Дорвав пражским евреям Право иметь Свой флаг И этот флаг Был красное полотнище Центой звездой Давида И После того как Теодор Герцин Избрал Могин Давид Официальной Эмремой Сианинского движения Этот символ Стал ассоциироваться Именно с Израилем То есть мы понимаем Да Что есть определенные Исторические моменты И Звезда Давида стала Символом евреевства В определенные моменты Кстати Вы знаете что Насили евреи Например То Мы знаем что во время Холокусто Евреи носили Желтые звезды Которые указывали На их принадлежность Что носили евреи В среднем веке Нет Неправда Желтые шапки Они носили Или Желтые шапки Они носили Или особую Одежду Которая Подчеркивала Люди смотрели А это евреи То есть Желтых звезд Нет Это Это легенды Которые нам нужны Иногда Знаете Есть мифы Которые Надо рассуждать То есть Что мы Я на секундочку Отойду от темы Вы понимаете Очень часто Мы Когда говорим О евреистве Мы Порой говорим Ну как Знаем что то Ну например Кого бы не спросить Кто не знает точно Нет Я не буду спрашивать Он знает Скажите пожалуйста Вы знаете свой день рождения Точно А когда день рождения Израиля Ну все Хорошо 15 мая 48 года О Потому что ты знаешь Но если мы Обратимся к другим людям Мы задаем этот вопрос Мы поймем что Люди не знают Они знают что Когда то Израиль родился А когда именно Не знают Это о чем Говорит Это говорит о том Что мне близко Я знаю А Израиль Немножко далеко Потому что он Мне не интересен Я не знаю Ничего Если я что то хочу узнать Я начинаю это изучать И поэтому вопрос Хамсей Как каббалистического знака И как оккультного знака Это действительно Является Истиной На самом деле Это каббалистический знак Это оккультный знак Который Пропагандирует Как в иудаизме Как знак евреевства На самом деле Я бы вам не советовал Смирить дело Хорошо И возвращаемся И так Теперь Возьмем крест Орудие смерти Из двух деревянных брусов Брусов Его использовали Для мучительной смерти И вы знаете Осужденного Ложили на этот крест Пробивали его ладони Пробивали его ноги Крест поднимали Это была мучительная смерть Потому что человек Очень долго умирал на кресте И давайте посмотрим Немножко так Аллегорически Вы сегодня говорили О дереве жизни И Бог Посадил В Эдемском саду Деревья Чтобы они несли Жизнь Человек Вкусил О дерево Познание Добра И зла Взял топор Срубил Дерево Посаженное Богом И создал новое Дерево Несущее Смир Если мы возьмем Аллегорию Небо Земля Человек Это линейное движение Человек рождается Идет по жизни Бог Внизу Вверху В небе И он смотрит вниз Если мы возьмем И сопоставим Вот эти две линии Да Что мы увидим? Мы увидим крест Крест Как То есть Именно вы знаете На кресте соединилась Небесная Человеческая Земля Это место Вселенской Трагедии И триумфа Место смерти И место Победы Над смертью Когда-то на дереве Когда-то Дерево стало причиной Разрыва Близких отношений Когда-то Дерево Познание Добра И зла Стало причиной Бог и человек Они просто Разорвали отношения Но наступил момент На Голгофе И это дерево Древо Восстановило эти отношения Да Почему? Потому что на кресте Что произошел Умер Древ То Что разделяло человека И Бога Ибо слово о кресте Для погибающих Юродства Безумие Глупость А для нас спасаемых Что? Сила Божья Первая корида Первая глава Восемнадцатый стих И знаете Слово о кресте Включает В себе Прежде всего Ешума Царя Иудийского Машииха И Христа Вспомните Какая вина была На табличке Что там было написано? Что он является царем Там было написано Иисус Христос Царь Израиль То есть Вы понимаете? Там Христос не было написано Ну там написано Это я так добавляю Я согласен с вами Христос Там было написано Назаряне Итак В нем соединилось Небесный И земной Без его подвига Крест Просто орудие смерти Превратился Ну Благодаря тому Что он сделан На кресте Это стало Дерево позора И смерть Стало местом Где жило мертвое человечество И вот Когда мы будем Рассматривать Вот эти два Крест И звезда Давида Мы увидим Какие-то аллегорические моменты Мы видим Какие-то смыслы Которые стоят за этим И Некоторые тезисы Бог Пасал Ишоу На землю Не для того Чтобы доказать Его еврейство А для того Чтобы спасти погибающим Человечеством Второй тезис Ишоуа Пришел не для того Чтобы изменить Этническую Знать опять нас народ Ваша Национальность Он пришел Чтобы спасти вас От смерти Это его основная Задача К сожалению Сегодня идет Подмена Понятий В каких-то моментах Ну Ладно Это следующая история И Я сегодня Хочу сказать дальше Крест звезда Давида Это Ишоуа В сердце Каждого верующего Во-первых Иудея Потом Элина Но внешняя форма Без внутреннего наполнения Всего лишь Оболочка Как прекрасный Годочный автомобиль Представьте себе У вас есть прекрасный Годочный автомобиль И вот Вы стоите на трассе Сейчас будут гонки Все подходят И говорят Какая машина Вау Это что Хромом покрытый Эти железные детали Ой А это Кожелый салон А какая Подсветка на приборах А какие Шины Боже Какая прекрасная машина Идет команда Старт Машина срывается с места А ваша стоит на месте Осталась И стоит Знаете почему Двигателя нет Двигателя нет Нету двигателя Машина Есть А то что движет Этой машиной Нет И Очень Поучительно В этой истории История Из книги Деяния апостолов В которой Рассказывается О двух сыновьях Священник Первый священник Осет Деяние 19 глава 13-16 стих Проверьте Я правду говорю или нет Есть ли там твое или нет Даже некоторые И скитающихся Иудейских заклинателей Стали употреблять Над имеющими Злых духов Имя Господа Иисуса Говоря Заклинаем вас И Иисусом Которого Павел проповедует Это делали Какие-то семь садовей Иудейского Переразвященника Схевы Но злой Дух сказал В ответ Иисуса знаем И Павел неизвестен А вы кто И бросился на них Человек Которым был злой Дух И одарел их Взял над ними Такую силу Что они Многие И избитые Выбежали из того Дома Автомобиль Без двигателя Красивый муляж Форма Без наполнения Это муляж Форма Без силы Формула Без силы Это набор Красивая Красивая Традиция Еврейская Или христианская Не важно Без святого Духа Всего лишь Красивая Традиция И знаете Я думаю что повторю два раза. В праздники даже Господь без Ешова, это как свадьба без жениха. Если в праздниках Господних нет Ешова, если нету Святого Духа, это свадьба без жениха. Это гоночный автомобиль на трассе, который никуда не едет. Он красивый, но он стоит на месте. Можно один, две кипы. Вы знаете, да, что некоторые прототоксальные евреи делают две кипы. Но вы знаете, две кипы, они не усиливают нашу проповедь. Можно надеть очень большой крест, но это не умножит помазание. Можно думать о себе, как о пророке, но это не подымет больного. Можно провозглашать Божьи истины в свою жизнь, но при этом ничего не принимать, чтобы изменить и существующее положение вещей. Ну и просто ждать, что Бог сделает это за тебя. Помните, это похоже на то, что говорил апостол Павел своему ученику Тимофею, имеющий вид благочестия в силу же отрившись. Одно из условий Нового Завета, который был заключен с Израилем и дома Давида, в том, что закон Тора будет записан в сердцах евреев и тем, кто присоединится к этому Завету. Иеремия 31 глава, 33 стих. 31 глава, 31-33. Это очень интересный момент, потому что, когда ты заешь некоторым верующим людям, с кем же заключил Бог Завет, они, ну, с кем? Они говорят, ну, с нами, с верующими. В Писании ничего, как говорится, с домом Израиля и с домом Иуды. А что же делать не евреям? Они евреи становятся с причастниками этого Завета. Они входят в этот Завет через веру еврейского Мессии. Они становятся частью его. Но обетование было дано Израилю. Итак, вот наступали дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды, новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами и их друзьям, когда взял за руку, чтобы вывести людей земли египетской. Тот Завет они нарушили, хотя я оставался с целью силы, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с домом Израиля и после тех дней, говорит Господь. Ложусь он мой по внутренности их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Знаете, однажды Виктор Брат Виктор, Мрэбе Виктор, Расюк, потому что он все-таки мудрый человек, задал вопрос, куда делал, ты ли Сергей Михайлович, по-моему, ты, куда делался закон после того, как пришел и ушел. И они говорят, закон исчез. Кто-то говорит, да, закона больше нет. А люди говорят, нет. Они сказали просто, закон в сердце человека. Он уже внутри этого человека. И Тора, закон Божий в сердце верующих к еврейского мессии. Сила Божья к спасению и явлению реальности Божьей, которую мы называем чудеса, знамения в проповеди Евангелия, во-первых, Евгения, а потом Эли. Еще раз повторяю мысль. Слово Божье в наших сердцах. Правильно? Да. И это сила Божья. Вы слышите слово? Сила Божья к спасению. И это же сила к явлению реальности Бога. Что такое реальность Бога? Мы сегодня говорили о оторвании Бога. Что происходило возле Синаи? Давайте вспомним. Там была теофания. Там было явление Бога. И если мы посмотрим на то, что происходило там, то люди слышали. Если вы будете смотреть внимательно в природе, люди слышали цвета и видели звуки. Реальность Божья изменила состояние. Я знаю, можно проверять. Это не мой комментарий, это комментарий Рамбала. Раби Машебен Маммани. И о чем говорит эта тема? Это говорит о том, вы знаете, что ученые установили, что каждый цвет имеет свою звуковую волну. А каждый звук имеет свою цветовую даму. То есть, когда пришел Бог, мир изменился, и люди начали видеть реальность Бога. И они сказали Моисею, что извини, пожалуйста, иди ты. Нам достаточно. Мы просто не готовы к этому великому. Тогда же первый раз расстался слов Шафара. Тогда же Бог говорил к людям из-за человекных голосов. И написано, народ слушал их немало. Ну хорошо. Чего я это говорю? Я говорю о том, что порою мы, как верующие люди, находимся в активном поиске того, что уже есть у нас внутри. Мы ездим на конференции. Мы ездим на реквиты. Мы уже перевопатили интернет, который столько всего, что не хватит их жизни, чтобы его посмотреть. И мы хотим через это войти в силу тоже. Мы хотим приобрести вот эту силу спасения, которую мы уже имеем. И силу, которой дается верующим. Помните, он говорит, что во имя Мое что будете делать? Исцелять людей. Будете говорить новыми языками. Возьмете змею, и она не будет опасна вам. И люди хотят вот этого. Знаете, как один брат мне говорил. Вот хочу, чтобы временно Иешуа сказал и исцелился. И вы спросите, при чем же здесь вот эта вся история? Мы говорим о крест, звезде Давида. Мы вспомнили, откуда появилась звезда Давида, что такое крест. Мы посмотрели на определенный момент, вспомнили новый завет. С чем это все связано? Ты вроде бы не даешь венегрета. Всего по чуть-чуть. Давай-ка соедини это все вместе и полей маслом. Знаете, маслом святого друга. Хорошо. Смотрите. Секрет очень прост. Крест звезде Давида. Иешуа в сердце каждого верующего. Крест, дающий силу. Не внешняя оболочка, не внешняя форма, а именно сила Божья, которая находится внутри нас. Мы можем, знаете, мы можем делать многие вещи, которые мы считаем, что если я сделаю определенную форму, я буду выглядеть более, знаете, ну, я одену Талит, я буду более евреем, чем я буду. Для Гитлера не надо было Талит. Для него надо был третий родственник с любой стороны. Этого было достаточно для Лагида. Хоть ты говорил, что третий, ты хоть не будешь никогда их делать. Еврей это состояние, кто ты есть перед Богом. И если ты перед Богом еврей, и ты понимаешь, кто ты, в твоем сердце должен быть крест. В твоем сердце должен быть еврейский мессиям. В твоем месте должен умереть то прошлое, что было. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Понимаете? Итак. Итак, смотрите. Я хочу просто рассказать, где же можно найти сейчас эту быстренькую силу. И потом продолжим. Силу можно найти просто в любом месте, где вы будете находиться. Начните молиться за больных. Пойдите в больницу и начните молиться за больных. И вы увидите. И увидите чудеса. Начните проповедовать. Вовремя и не вовремя. И вы увидите чудеса. Начните простить у Бога, только не так. Господь, сделай меня великим апостолом. А начните говорить Богу, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. И вы увидите чудеса. Потому что он вас пошел туда, где есть нужда, где вы нужны, где вы будете ответом на молитву. И не надо бояться. Расскажу вам историю. После окончания в GBI я в 2000 году был в такой ситуации. Я должен был съездить за детьми в город Одессу. Потому что они были в детском лагере. И я вот взял этих детей. Знаете, как садимся мы в поезд. Представьте себе, это Одесса. Забитый погон. Поезд стоит. Жара. Окна закрыты. Дети кричат. Вы представляете, какое состояние? Ну, я же верующий человек. Я беру этих детей в кучу и говорю, давайте помолимся, детки. Мы помолились. И у поезда отпал шланг. То есть, вы поймите. Вы знаете, когда поезда поворачивают на пути? То есть, они едут. Потом там идет тормоз. И за счет вот этого тормоза, вот это идет поворот катков. И они идут на кривизду. И вот этот воздушный шланг, который стоял, он просто отпал. Если бы это случилось во время пути, то мы бы сошлись. Ну и вот такая печень. Мы должны ехать. Мы не едем. Жара. Еще хуже. Я сложу детей. А у нас еще вот это вдоль... Знаете, вот эти... Я деточек положил. Они маленькие. От соседей везут персики. Они сразу уже свободное пространство персиками заливают. Я хожу ругаюсь. Говорю, это же дети. А вы же взрослые. Вам не стыдно. Это у нас персики. Надо же коты. В общем, это был ужас. В конечном итоге, поезд тронулся. Я открыл Библию. И начал ее читать. А в это время, на соседней полочке, мама с мальчиком. И мальчик начинает громко орать. Мама болит ушко. И это все. Это была капля. Полчаса крика. Весь этот поезд уже в движении. Все ищут какие-то лекарства. Кто-то ищет... Ну, все что угодно. Мама орет. Просто знаете, что такой ребенку болит ухо. А я сижу читаю Библию. А там написано. И молитва веры исцелит болящих. Я же говорю. А нет, нет, нет. Это на другом месте еще надо написать. Надо без святого призвать. А кто святой мне говорит? А кто внутри тебя? А я говорю. А я говорю. Ну, наверное, ты... Ну, она говорит. Я уже прославлю сейчас. Наверное, ты... А я даю силу на исцеление. Ну, даешь. Иди помолись. Я говорю. Нет. А почему он так не исцелится? Вот как я буду выглядеть перед этими людьми? Я прихожу к этому мальчику, молюсь. А он не исцеляется. Что про тебя скажет Господь? Он говорит. Не твое дело. Иди и молись. В конечном итоге, скажу честно. Эта борьба продолжалась очень долго. Но я уже не выдержал, потому что мне просто было бы так плохо, что я уже просто признал, что надо делать. Я подошел к этой женщине, которая была похожа, я не знаю, белая, как полотно. И говорю. Уважаемая сестра, уважаемая женщина, вы знаете, я священнослужитель. Можно я помолюсь за вашего ребенка? То есть, если в тот момент к ней подошел шаман, она сказала, ну, можно это вот это, по шаману пополю. Она была готова на все, чтобы что-то так прекратилось. Я, значит, беру и стоюсь на колени. Беру этого мальчика, начиная, там, я не помню, как ты говорила, Боже, во имя Твое, чтобы это было исцеление, чтобы не было стыдно, Господи. Я понимаю, что тишина. И в погоде, знаете, такая, тишина. Что случилось? Подумаю, вот этот мальчик. Мама, мучка не болит. Я не знаю, как устроить уже мальчика. Я женщина, она мне деньги отлипает. Я говорю, не надо, это неправильно. Господи Иисус Христос, вам она понравится. Сажусь сначала. Смотрю, у моих детям по поясу уже пошло изменение. Моих детям уже теперь сиденье уложат. Подъем. В общем, все, идеально. А я сижу, еще ухожу. И я думаю, Господи, за что? Мальчик, вроде бы, исцелился. А мне плохо. Что происходит? И буквально через пару часов, уже ближе к вечеру, этот мальчик начинает опять плакать, болит ушко. И Бог мне говорит так. Ты понимаешь? Это я из реалии ты. Ты должен делать, что я тебе говорю. И не твое дело думать, как это будет. Я сказал, иди и делал. Я подошел. Сразу доктор, пожалуйста. Маши пациенты. Руки выхожу. И все. Я больше такого жизни своей не делаю. Я хороший урок получил. Когда крест в твоем сердце, когда крест в тебе и в твоей жизни, Дух Святой, тогда приходит силу. И тогда традиция, она обретает силу. Но крест без силы Божьей, без Духа Святого, любая традиция, это красивый гоночный автомобиль. Который стоит на трассе. И знаете о Торе. Хочу огорчить некоторых из вас. Но Тора в ваших сердцах это не предписание ортодоксальных гравинов. Из Хабада, или может из Брасовских хасидов. Это не предписание закона, как эту Тору исполнять. Например, типа Ермолка, это всего лишь человеческая традиция. Нету в Торе предписаний. И сам, и в Талмуде нету предписаний. Мы носим потому, что это делали евреи на протяжении определенных столетий. Все. Буду я носить, не буду, спасение не потеряю. Буду я носить, не буду, не потеряю отношения с Богом. Вот и все. Вот знаете, если я слушаю когтетку и запью ее молочком, это тоже будет не нарушение Тора. Это будет нарушение предписаний Равина, в котором Тора тут. Но нарушение перед Богом не буду. А вот если я клевещу, если я обманываю, если я лгу, если я обвиняю ближнего, вот это нарушение Торы. Это то заповедь, которую Бог написал мне в сердце. Не клевещие, не... Вот это заповедь Торы. Извините меня. Если не почитаю отца и мать, это тоже нарушение заповеди Торы. Вот это, именно это нарушение Торы. Ну, конечно, возникает вопрос, что же касательно традиций. Послушайте, если традиция не противоречит Божьему предписанию, то, пожалуйста. Писание говорит, что никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой его праздник, или новомесячную, субботу. Это день будущего, а тел во Христе. Это пишет Рэбэшоу в послании Колоссяна 2, глава 16 и 17 стих. Наша задача призваний как мессианской еврейской общины являть Христа. Наше призвание проповедовать благою весть о спасении евреев. Наша цель спасения еврейского народа. Не доказывать, у кого длиннее цицит. Не доказывать, у кого ярче типа. Не доказывать, кто больше и лучше празднует субботу. Наше призвание стать домом для евреев. Наше призвание стать местом, где каждый еврей поймет, что есть в машинах, и его будем давить, нуждается в заполнении. Туда должен прийти вот это соединение небесного и земного. Это точка, в которой можно раскрыться и в полноте увидеть Господа. Посмотрите, что говорит Абрам Бог, о котором я уже говорил. Он говорит, у нас есть знак, флаг, крест в звезде Давида. Что означает этот флаг? Крест – это знак Христа, знак царя царей. Звезда Давида – знак Израиля, знак Еврея. И сочетание этих двух знаков – креста и звезде Давида – символизирует нашего возвращающегося царя. Вы знаете, что без того, чтобы Израиль придет к Богу, к Израилю, к Иешуа, Иешуа не принесет. Церковь нуждается в том, чтобы Израиль познал Христа, потому что без этого не будет возвращения того, кого я не жду. Это важно. Это важно то, что вы делаете. Это важно, к чему вы стремитесь. Понимаете? Наше призвание быть свидетелем живого Бога здесь, в Хмельницком. Послушайте про скорых животных. Мне нравится это название – про скорых. Потому что в Хмельницком у меня есть много вопросов. Угу. Я не понял. Запишитесь за мной. Вы понимаете? Это слово «крест звезде Давида» – это не просто яд осуждения людей, ведущих определенным путем. Я говорил о том, что есть путь превосходящий, то, что сегодня говорил вот Виктор. Он говорил о любви. Он говорил сегодня о том, что есть заповедь, Есть новое заповедь, которое не новое, но старое. Все новое и хорошо забытое старое. Все новое и хорошо забытое старое, понимаете? Очень много чего мы теряем, потому что в поисках вторичности есть более важное. Есть крест. Почему? Когда мы сосредотачиваемся на кресте, мы сосредотачиваемся на Боге, на Его призвании, на Его воле, на Его желания. Вы знаете, каждый из вас уникальный, каждый из вас действительно уникальный человек в Боге. Да не только в Боге, вообще на земле нет второго похожего на вас. Вы уникальными людьми. Но нам нравится иногда быть такими, помните, как Израиль говорит, приходит к пророку, говорит, а я вам царя. Хотим быть как все люди. Хотим быть как все люди, а Бог говорит, вы же уникальны, я ваш царь. Иногда мы в поисках того, какой-то, знаете, подчеркиваю, не знаю, наверное, не хочу никого обидеть. Просто о себе хочу сказать, что когда-то у меня был период, когда я до такой степени увлекся евреем. Ну, я еврей по национальности, но я до такой степени стал евреем, что уже евреи на меня косились и говорили, Ну, все в порядке у тебя? Ну, все нормально? Послушайте. Самое еврейское, что я могу сделать в своей жизни, это верить в еврейского мессию и входить в Божье царство через веру в еврейского царя. Самый еврейский дух, это святой дух, живущий в вашем сердце. Может быть, это послание будет, ну, кто-то будет за вы несогласен. И вы имеете на это право. Каждый из вас имеет право на собственное мнение. Но я прошу вас, будьте утренними, как те из той общины, где я проведывал Павел и все исследовал Писание. И если я где-то так ушел в сторону Писания, напишите мне в Фейсбуке, я с вами честно соглашусь и скажу, что я буду прав. Но послушайте, самое, что не есть еврейское дело, это проповедь глобой вести. Что сказал Бог Израилю после Синаи? Вы кем будете для меня? Царство священника. Царство священника. Вы будете царством, бложим представителем Бога на земле. Через вас я буду являть себя другим народом. Через вас я хочу утервнуть этот погибающий мир в свою лодку. Что прошу дальше? Иешуа, что сказал ученикам. Кем вы будете? Свидетели. Свидетели мои мои. И еврейский перевод Нового Завета очень уникальный. Он говорит, итак, идите во все народы и делайте себе учеников, погружая их в реальность Отца, Сына и Святого Бога. Вот это призвание мессианской общины. Делайте учеников и погружать в реальность Отца. Реальность Отца это что? Любовь. Небо так возлюбил Бог, как он в мире. Реальность Сына это жертвенность. Потому что отдал себя самого на крест, добровольного, за то, что мы говорили, в Боге, в действии. А реальность Духа Святого это что? Это сила. Сила к спасению. Сила к вашей молитвы. Сила к изменению вашей жизни. И когда у вас это есть, вам любят делать учеников. Они смотрят на вашу жизнь. Они смотрят на вас. И они говорят, что вы были такими, как вы. Понимаете? Поэтому традиция нужна. Традиция может где-то и важна. Но без Духа Святого, без Бога, без Ишуа. Это всего лишь красивая машина, которая стоит и никуда не едет. Поэтому я хотел бы просто попросить у Господа, чтобы та реальность, которую Он уже уже в наших сердцах раскрывалась. Аминь. Боже, я прошу Тебя, чтобы Твоя реальность, она раскрывалась в сердца моих братьев и сестерах. Чтобы Твоя мессианская община, Господь, она вставала и подымалась, Боже, и входила, Боже, в Твою свободу, в Твою силу. Чтобы она обвлекалась в эту силу. Я прошу Тебя, Дух Святого, пожалуйста, напоминай нам все, чем очень наслежит. И напоминай нам то, чем говорил Господь в жизнь каждого из нас. Боже, я благодарю Тебя, Боже, я просто благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Я прошу, чтобы Ты благословила эту общину, Ты благословила нашу братскую общину. Боже, нашу драгоценную друзей, Твоих драгоценных детей, во имя Ишуа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты просто подтверждал уже свою любовь, Господь, каждому из них. Стань ответом на их вопросы, стань решением их проблем, во имя Ишуа. И пусть еврейство, Ишуа, еврейство Божьего Нового Завета, оно раскрывается в Божьем жизни каждого. В этой особенности, я прошу Тебя. И маленький Себе. Знаете, мы как люди привыкли мыслить гигантоманией. Помните, да, пятилетку за три года, реки по вернему вспять. Есть такое предложение. Возьмите один, скажите Богу так, Господь, дай мне одного человека. Одного человека в воду. Дай мне того человека, кому я смогу проповедовать Твою Богу и Вести. Человека, которому я смогу помочь войти в Твою свободу. Человека, которого я приведу в общину. Человека, которому я помогу пройти путь до водного погружения. А в следующий году дай мне еще одного. Аминь. И вот тогда, знаете, начнется, как говорят у нас, пробуждение. Потому что, если мы умножим геометрическую прогрессию в годах, ваше собрание вырастет за три года. Ого-го как! Потому что мы будем ездить просто за... Ну, смотреть на эти чудеса. Один человек в год. Знаете, нет ничего тяжелее одного человека в год и пять минут молитвы за Израиль. Кто-нибудь молился? Пять минут молитвы за Израиль? В день? Каждый день? Сколько лет? Сколько лет? Я вам скажу. Как человек, который начал эту молитву, у нас продержались восемь месяцев сёстры. Восемь месяцев. Я на шестом потерялся. Сёстры на восьмом. Они молодцы. Они просто ещё понимали, что надо тут урок доходить. Ну, они хотели до 9 минут. Пусть Господь благословит вас. И пусть Божий Шаббат. И родительство. Он раскрывается в жизни вас. И в жизни сёстры. Пять минут в день за Израиль. Постоянно. Каждый день. Без выходных. Ни один человек. И вы увидите реальность Божьей славы. Я желаю, чтобы у ваших муки Давидов был крест. Крест в звезде Давида. Аминь. Аминь. Аминь.